Сейчас покажу только одну из его возможностей. Магия сказочного патруля! Вот эту маленькую можно взять с собой в дорогу. А мы будем играть вот в эту большую. Шесть, пожалуйста, шесть! Шесть! Раз, два, три. Наоборот! Ничего себе! У тебя пятый ключ? Сказочный патруль сбор! Мультимир-шоу! Привет всем! Вы на канале Мультимир-шоу. С вами я, Виталина. Смотрите, что у меня есть. Это новый ключ сказочного патруля. Сегодня у нас вечеринка. Аленка запустит огненные фейерверки. Варя покажет нам сказочный мир. Снежка укроет стол снегом. А Маша вырастет говорящий цветок. Поехали! А с помощью этого ключа я сделаю вам сюрприз. Напишите в комментариях, как вы думаете, какой магией обладает пятый ключ сказочного патруля. Сейчас покажу только одну из его возможностей. Аленка! Что? Аленка! Что? Аленка! Что? Зачем ты меня звала, Виталина? Аленка, у тебя работает магия? Конечно! Где цель? Оружие на готове. Вот! Только не переборщи, Аленочка! Сейчас переборщим! Магия сказочного патруля! Не работает! Браслет, что ли, сломался? Варя! Варя! Наши ключи не работают! Ничего себе! У тебя пятый ключ! Я его в первый раз вижу! Так, сейчас телепортируемся в сказочный мир и выясним, что случилось с ключами. Похоже, что вся магия не работает. Сказочный патруль сбор! Девчонки, что-то случилось с магией. Нам нужно срочно с этим разобраться. А как же вечеринка? К нам же сейчас придут Вадик и Кеша. Мы с Машей и Снежкой отправимся в сказочный мир, чтобы найти причину. А вы с Аленкой повеселитесь, чтобы никто ничего не заподозрил. Сейчас здесь появится то, что поможет вам весело провести время. Наша вечеринка спасена! Ну все, мы пошли! Это игры-импровизация. Вот эту маленькую можно взять с собой в дорогу. А мы будем играть вот в эту большую. Вы телепортировались? Мы пришли и сидим здесь уже минут пять, а ты нас не замечаешь. О, что это у тебя? Это игра-импровизация. Моя любимая настольная игра! Вот бы мне подарил кто-нибудь такую. Давайте уже играть! Открываем! Игровое поле! Какое классное! А здесь есть еще карточки. Попроще и посложнее. Мы, пожалуй, начнем с простого, а потом уже перейдем к картам посложнее. Фишечки. Четыре цвета. Зеленый, красный, синий и желтый. И игровой кубик. Ну что, начнем? Начнем! Какой цвет себе берешь? Я возьму желтый. Желтый. Желтый для Виталины. А ты какой будешь? Я... Я буду красным цветом играть. Угу. Так. Кеша, а ты что? Я буду зеленый. Аленка, а тебе достается синий. Выставляем на поле вот такие фишечки. Нужно достать карты? Да, точно. Достаем. Давай бросим кубик и решим, кто первый. Давай. Шесть. Ну это бесполезно уже. Может, тебе тоже шесть выпадет? Шесть, 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 шесть. Шесть. Пять. Кеша, давай ты теперь. Ура! У меня два. Четыре. Так, ну что, Виталин, ты первая. Потом я, потом Аленка и Кеша. Да. Надо карты перетасовать сначала и поехали. Да. Начинаем. Так, шесть, пожалуйста, шесть. Шесть! Ура! Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Улыбка. Это значит, что я перехожу на одно поле вперед, на этом маленьком поле и не выполняю задание. Ладно, теперь моя очередь. Давай. Три. Три. Так, мой красненький. Раз, два, три. Наоборот. Наоборот. Это значит, я должен заданное слово прочитать наоборот. Не по слогам и не очень быстро. Фаргам съез. Я знаю, знаю. Это сейсмограф. Молодец, Кеша. На этой карточке пять баллов. Значит, мы с тобой сдвигаемся на одну клеточку и получаем по пять баллов. Так, красный. И зеленый. Вы такими темпами и меня догоните. И перегоним еще. Кидай, Кеша. Ура. Пять. Так. Давай, я тебе помогу. Раз, два, три, четыре, пять. Что это, Виталина? Это означает, что нам надо на листе бумаги нарисовать то, что нам попадется на карточках. Кеша, вот тебе карточка. Это платье? Это футболка. Так это ж одежда. Да, правильно. Это одежда. Кеша, мы с тобой получаем по пять баллов. Передвигаемся. Ну что, Аленка, давай, теперь твоя очередь. Ну блин, у меня всего лишь единичка. Так, у меня описание. Описание – это когда ты рассказываешь о слове, которое у тебя написано на карточке, не используя синонимов к этому слову. Так, как же объяснить? Ну вот когда у тебя нет машины, и тебе нужно, к примеру, доехать до метро, что ты можешь использовать? Такси? Нет. Телепорт? Так это называется в общем. Транспорт? Да. Бадик, мы с тобой получаем по пять баллов. Ты уже догнал Виталину и Кешу. А у меня только пять баллов. Да как так? Ну что, поехали дальше. Виталина, снова твой ход. Да. У меня два. Раз, два. Если цвет фигурки и ячейки совпадают, то тогда очки удваиваются. Вот так. Это описание. Описание, давай. Кеша, собрались, собрались. У тебя есть, к примеру, брат, есть мама и папа. И ты. Как это называется все? Семья. Правильно. Че ты радуешься? Тебе тачки не удваиваются? Я сдвигаюсь на пять очков, и у меня пятнадцать, и я впереди. Ненадолго, потому что я сдвигаюсь на десять очков. Вадик, не расстраивайся, у тебя еще есть шанс выиграть. Твоя очередь, бросай кубик. Четыре. Раз, два, три, четыре. Фантомима. Чего там? Давай же, объясняй. Что это? Гвоздь. Правильно. Ура, я выиграла. Ну что, кто-то догнал Виталину. Это я. Ненадолго. Это они как так сделали? Видимо, магия заработала. Мы были в сказочной стране. Это все повелитель. Он сделал тотем, который забирает нашу магию. Мы его разрушили. Теперь мы можем запускать фейерверки и выращивать говорящие растения. Магия сказочного патруля снова работает. Это хорошо. Но давайте лучше играть в импровизацию. Поддерживаю. Голосую за. Пусть все попробуют в нее поиграть. Тому, кто напишет больше всего комментариев, мы отправим эту игру. А также его имя появится в нашем новом выпуске. Я буду писать комментарии. Напишу целых 26 штук. Вы были на канале Мультимиршоу. С вами была я, Виталина. И я, Вадик. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Смотрите наши классные видео здесь. И здесь. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok